Черника или черника обыкновенная или черника мертолистная, низкорослый, кустарничек, вид рода вакциниум, семейство вересковые, ягоды съедобны, ягоды и листья используются в лекарственных целях, иногда чернику также выращивают в декоративных целях на альпийских горках. Название – научное название рода происходит от латинского слова «вака» – корова по пригодности листьев некоторых видов на корм скоту. Видовое название «мертилус» представляет уменьшительное «миртус» – «мирт» по сходству растения с маленьким миртом. Русское название черника произошло от цвета ягод и того, что они чернят руки и рот. Другие русские названия растения – чернего, чернижник, черница, черничник, чернишник. Интересно, что название рода кактусов «мертилла» кактус образовано от названия черники и объясняется внешним сходством плодов этих кактусов и черники. Использование ягоды черники употребляются в пищу и для приготовления наливки, киселей, варенья, пирогов, хранят также в замороженном виде. Во многих местах сбор ягод приносит населению значительный заработок. В ягодах черники мало фруктовых кислот, но в них много и витаминов, марганца, волокон и флавоноидов. Ягоды – хороший источник витамина С, магний и кальция. Хорошее медоносное растение дает много нектара. Ароматный мед светлый, слегка красноватый. Красящее вещество черники является аэрон-индикатором и при снижении кислотности меняет цвет на синий. Чернику используют как фиолетовый растительный краситель, например, для клеймения мяса, медицинское значение. Основные действующие вещества – конденсированные дубильные антоцианы, пектиновые. Принято считать, что суп, отвар или кисель из сушеных ягод помогает от панаса. Свежая ягода считается полезной при лечении цинги. В медицине используются как ягоды, так и листья черники. Они применяются в основном при болезнях глаз, желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета и в геронтологии, а также местно при лечении ожогов и езв, стоматитов и гингелитов. Листья и побеги употребляют при начальных формах диабета, так как содержащийся в них гликозит неомертиулин обладает способностью понижать содержание сахара в крови. Недостаток черники при употреблении в больших количествах она вызывает запоры. Для использования в лечебных целях плоды черники заготавливают стадии полной зрелости. Листья в период цветения срывают руками, сушат под навесом. Сырье хранят в бумажных мешках, коробках, ящиках. Срок хранения – до двух лет. Побеги черники входят в состав противодиабетического сбора арфазетин вместе с крапивой, фасолью и клевером. Применение при болезнях глаз. Считается, что черника улучшает сумеречное зрение. По некоторым данным, летчики британских военно-воздушных сил, участвовавшие в ночных вылетах во время Второй мировой войны, специально ели черничный джем. Исследование, проведенное на флоте США в 2000 году, не обнаружило действия черники на сумеречное зрение. Лабораторные опыты показали, что употребление черники может предотвратить или лечить заболевания глаз, например, отслоение сетчатки. Но применение этого в терапии не следовано. Клинические темно-синие ягоды черники содержат значительное количество красителя антоциана. Применение его в опытах показало уменьшение рисков многих заболеваний сердца, кровеносной системы, глаз и рака. Кроме антоциана, в чернике содержатся протеантоцианиды, флавоноиды и танины, которые действуют как антиоксиданты, уменьшающие воспаление. В офтальмологии, как правило, используется экстракт черники. При лечении конъюнктивитов черника применяется комплексно с очанкой и ромашкой. Черника обладает ограниченными терапевтическими свойствами. В основном положительное действие связано с улучшением кровотока сетчатки глаза. Многие люди ошибочно полагают, что черника улучшает зрение вообще. И часто это используется в недобросовестной рекламе различных лекарств и биологически активных добавок. Черника в истории и культуре В 1964 году в СССР была выпущена почтовая марка с изображением черники. В селе Гукливый Воловецкого района Закарпатской области построен небольшой памятник черники. В городе Красновишерске Пермского края ежегодно проводится фестиваль черники и черничного пирога. В 2012 году был изготовлен черничный пирог длиной более 70 метров, что было зафиксировано в Книге рекордов России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова